Дорогие ценители Кыргызского кино, здравствуйте! Сегодня я расскажу о фильме «Завещание отца», который был снят в 2016 году в рамках первого конкурса по производству фильмов на основе государственного частного партнерства. Этот конкурс проводится по настоящее время. Первый конкурс стал возможен благодаря успешной прокатной судьбе фильма «Курманжан Датка» режиссера Садыка Ширняза, который он снял в 2014 году. Департамент кинематографии тогда принял решение часть от прибыли направить на конкурс по производству фильмов на основе государственного частного партнерства. Фильм был снят двумя режиссерами – известным актером Бакытом Мукулом и оператором-постановщиком Дастаном Джапар Улу. Картина снята двумя студиями – национальной киностудией «Кыргызфильм» имени Таламуша Океева и студией «Эльфильм». Многие соотечественники, которые в разные годы покинули Кыргызстан, рано или поздно задумываются, где они будут похоронены. У некоторых возникает сильное желание обрести последнее пристанище на родной земле. Эта тема является сюжетнообразующей в картине «Завещание отца». В главной роли Азата снялся Иман Мукул, выпускник Академии русского балета имени Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге, Россия. Азат – главный герой фильма, американец кыргызского происхождения, которого в 11-летнем возрасте родители увезли в США. Через 15 лет Азат возвращается в Кыргызстан, чтобы исполнить завещание покойного отца, придать его прах родной земле. Задача осложняется тем, что отец героя, Мурат, перед отъездом за границу занял у нескольких односельчан деньги и не вернул их. Сын принял непопулярное для семьи, матери и сестры решение поехать в Кыргызстан и попросить прощения у всех, кого обидел когда-то Мурат. И только потом приступить к основной миссии своей поездки – начать разговор со старейшинами о захоронении праха. Медитативный в прологе темпоритом картина соответствует внутреннему эмоциональному состоянию героя. С одной стороны, он уверен в себе, потому что четко видит цель своего визита в Кыргызстан. Сосредоточен, немногословен, ведет себя тактично, чувствуется хорошее воспитание. С другой стороны, Азат в своей родной стране пока не имеет поддержки, у него нет точки опоры. Односельчане смотрят на него, как будто он прилетел с другой планеты. Стереотипно мыслящие ровесники задают наивные вопросы. Азат понимает, что до поры до времени он не должен никому здесь говорить о кончине отца. Сначала надо восстановить отцовое ранаме, чтобы сельчане не отворачивались при встречах, чтобы они простили Мурата. Иман Мукул в беседе со мной сказал, когда я читал сценарий, то обратил внимание, что Азат в детстве был непослушным мальчиком. Я бы сказал, был холериком, а жизнь его так ударила, что все в себе он стал держать. Он весь сконцентрирован на своей миссии, это во-первых. А во-вторых, он не знает нашу культуру, традиции народа, хорошо не знает языка. Кстати, я старался говорить на кыргызском с акцентом. Приехал в свою страну и оказался в ней чужим. В процессе погружения в образ я также изменил походку. Перевоплощаться было трудно, потому что я сам холерик, а предстояло играть более эмоционального человека. Когда Азат в арендованной в бишкеке машине мчится в родное село, то на этом отрезке пути он хорошо знает конечную остановку. Это отче дом. Но как говорит ему близкий друг отца, вы же уехали скрытно, никому ничего не сказав. Вот и дом ваш остался без присмотра. Да, дом в жутком состоянии. Он почти разрушен. Ветка плодового дерева проникла в окно и разрослась до огромных размеров внутри дома. Электричества нет, стекла в окнах разбиты. Но это дом. Место, где герой в любое время может уединиться. Иман Мукул. Когда по ходу развития сюжета заканчивался ремонт заброшенного дома семьи Азата, я подумал, а ведь дом, он же есть. Дом никогда не бросит. Он всегда будет ждать. Азату тяжело постоянно сталкиваться с недоброжелательным отношением односельчан. И последней каплей становится поведение дяди Чаро, который самовольно вошел в дом, не поздоровался. И высказывает претензии, адресованные отцу Азата, но выслушивает их сын, который, казалось бы, данной ситуации ни при чем. Вот почему у Азата не выдерживают нервы и он срывается. Как известно, в 1935 году в газете «Правда» Сталин писал, сын за отца не отвечает. Но в картине «Завещание отца» сын готов ответить за отца. Он поэтому приехал в Кыргызстан. Азагадя еще в США продал машину, собрал деньги, чтобы расплатиться долгами отца. И самое главное – выполнить последнюю волю родителя – похоронить его на родине. Дом – это форпост семьи Азата и всех родственников. Азат покинет родное село, Чаро уедет в Россию на заработки. Но в любом случае они рано или поздно вернутся домой. И важно, что их дом будет стоять на месте. Азат выплатит все долги, возобновит общение с товарищами отца. Старейшины и Молдо дадут разрешение на сохранение праха. С дядей Чаро наладят отношения. Но дядя Чаро спешит на рейс, он улетает в Россию на заработки. Зато теперь есть основания полагать, что дом не останется без присмотра. В «Завещании отца» представлен молодой человек нового поколения и новомышления. Это серьезный, целеустремленный юноша, который сначала думает, прежде чем что-то сказать или сделать. Молодой человек, который верен памяти отца, ценой неимоверных эмоциональных сил ему удается по пунктам выполнить задачу по восстановлению прав отца на добрую память в родном селе. Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что вы делаете? В Америку. Субтитры сделал DimaTorzok Я спросила со-режиссера картины Достана Джапар Улу об истории возникновения замысла фильма «Завещание отца». Он рассказал, что несколько лет назад, вернувшись в родное село Карахес, прежнее название «Пионер», в Аксуйском районе Высокольской области, я обратил внимание, что соседний дом заброшен. Он воспринял это как мини-катастрофу, потому что помнит, какой это был шикарный дом. Хозяин был добрым, успешным, интеллигентным человеком, его дети жили в городе, в его саду росли самые сладкие яблоки и абрикосы. Во всяком случае, так казалось Достану и его друзьям, хотя у них у всех были свои сады с фруктовыми деревьями. Ребята восхищались этим домом, этим садом, постоянно рвали яблоки и абрикосы, хотя хозяин их гонял. А теперь Достан увидел, что весь сад соседа вырублен, забор разрушен и разобран, остался только дом с забитыми окнами. Во дворе он увидел жеребенка, который, как ему показалось, тосковал по хозяину. Достан его сфотографировал и потом показался режиссер Бакыту Мукулу. Коллега одобрил идею Достана ввести в канву фильма образ одинокой лошади, которая не покидает пространство заброшенного дома. А сам заброшенный дом стал толчком для написания сценария. Одним из самых ярких и в то же время грустных образов символов в картине является раскидистая, но увядшая яблоневая ветвь с засохшими плодами. Каким-то чудом она проникла в одну из комнат дома через разбитое окно. Эта ветвь словно надеялась найти человека в доме, чтобы он вкусил ароматных яблок. Но в доме никого не было, сочные плоды некому было есть, они просто засохли. Достан Джапарулу заметил, что они с Бакытом Мукулом специально ввели образ засохшей яблоневой ветви, чтобы показать, что в доме нет хозяина, некому ухаживать за садом и хозяйством в целом. Затем я задала вопрос, который возникает у многих. А как вы с Бакытом Мукулом начали работать вместе? У вас большая разница в возрасте, более 20 лет. И вы люди разных поколений. Достан сказал, что они вместе начали работать над еще их первой полнометражной картиной «Акбас». Их тогда было трое. Писатель Маяк Мамытов, артист Бакыт Мукулом и оператор-постановщик Достан Джапарулу. В период работы над сценарием фильма «Акбас» на творческое трио ничего не давило. Они были свободны в своих творческих поисках. В процессе этой работы Достан Джапарулу заметил, что Бакыт Мукулом хорошо обдумывает ситуации, истории, придумывает отличные сюжетные ходы. И как оказалось, он тоже в Достане увидел те же самые навыки. У них совпадали идеи, направления, жизненные ценности. Поэтому они начали вместе работать. А в процессе съемок и монтажа первого фильма они хорошо узнали друг друга и в человеческом плане. И после завершения производства фильма «Акбас» продолжили сотрудничество. Далее я поинтересовалась. Со-режиссеры ожидали такой большой международный успех? Достан ответил, что они верили в успех, но понимали, что им нужно ее достойно снять. Помнится, что в июне 2016 года мы с казахским киноведом Гульнарой Абикеевой посмотрели рабочий материал картины. И обратили внимание, что она была без музыки. Достан с Мукулом сказали, что музыка пишется, что уже есть несколько вариантов, лейтмотивов, но им, обоим, она не нравится. Тогда мы с Абикеевой сказали, что без музыки фильм смотрится на одном дыхании. И фильм без музыкального сопровождения действительно ничего не потерял. С другой стороны, некоторым моим коллегам, критикам, да и нашим соотечественникам, кинематографистам, кажется, что начало картины затянуто. Когда я смотрела повторно фильм, то тоже подавалось искушению дать режиссерам совет, хорошо бы начало прелюдию картину с затянувшимся путешествием Азата из аэропорта Манас в родное село отрезать. И начать с эпизода, когда, например, герой сидит в машине, которую буквально облепили со всех сторон детишки. Они пытаются понять, кто в ней сидит. Мой следующий вопрос Достану. Как бы вы оба поступили, выслушав всех критиков? Оставили как есть или, как советовал знаменитый писатель Юрий Трифонов, молодым драматургам, обрубить прелюдию и начать сразу с кульминации? Достан ответил. Это кажется легко, отрезать прелюдию. Но когда мы работали над началом фильма, то закладывали в него очень много информации. Это одобрил и покойный ныне главный редактор киностудии «Кыргазфильм» Талиб Ибраимов. Он сказал важную вещь. Герой должен долго ехать, потому что для юного героя это путь в длиной в жизнь. Это надо подчеркнуть. Талиб Ибраимов даже хотел оставить еще несколько проездов, которые режиссера в конце концов убрали. Мне было интересно узнать, как фильм воспринимают за рубежом на международных кинофестивалях. И Достан сказал, что, например, в Минске на фестивале «Листопад» зрители покупают билеты, чтобы смотреть конкурсные фильмы. На показе «Завещание отца» было много зрителей. И когда фильм закончился, люди стали аплодировать. Одна женщина крикнула «Браво!». А с некоторых фильмов люди уходили, потому что они были депрессивные. Экс-арт-директор этого фестиваля Игорь Сукманов сказал Достану, что он отобрал фильм, потому что в нем есть надежда. И посмотрев фильм, одна женщина сказала Достану и долго держала его руку, она не отпускала. Она сказала, в этом году у меня умер отец. Посмотрев ваш фильм, я получила сильное эмоциональное потрясение. Ваш фильм произвел на меня неизгладимое впечатление. В Казани зрители тоже очень хорошо приняли фильм, рассказывал Достан, и благодарили за фильм. В Индии была такая же реакция. Поэтому Достан сделал вывод, что наши проблемы понятны и близки людям из разных стран. Если история, говорит Достан, достоверна, если история затрагивает проблемы простых людей, которые в принципе похожи для всех граждан мира, то эта история находит отклик в разных городах мира. Картина «Завещание отца» получила главный приз «Золотой зенит» в конкурсе первых и вторых фильмов на Международном кинофестивале в Монреале, который прошел в конце августа-начале сентября 2016 года. На этом фестивале также состоялась мировая премьера картины «Завещание отца». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok